Сегодня 27 июля. Я вот прицепился к барабашу Игорю, он взял меня, а ночью прошла гроза. И вот после разъезда тут где объехали, только что рассвет начинается, мне необходимо, как вчера сказали, там настигает прокурор Магустского района. Магустский район требует, чтобы все постройки бывшего лагеря, ставшего музеем, потеряют, которые мне не принадлежат снести, снести. Вот такая мания, фикция идеи возникает у человека, обреченного какой-то власти. Под любой закон, под любую статью их все подгоняют. Ничего нет, они захватывали, давали землю, и при том на навозной куче. Ни квадратного метра, даже если сломают, там никогда ничто не может, ни растение. Ну, вот крапивы, конопли, ничего там не построят. Большие навозные кучи, где фермы были, коровьи. Вот, задался целью уничтожить. А я не сам, дескать, меня на это наталкивает, он мне сказал. Я знаю, это очень высоко, и даю объяснение. Зачем ему это надо? Ну, зачем? Я написал, вот вы разворовали страну олигархи. А в стране, в среднем, 3,5-3 миллиона беспризорных детей. По милости Божией, 45 лет начальник детского лагеря занимался этим. И вот эти 3,5 миллиона мы хотели показать, что можно, без помощи государства, спокойно заниматься делом, образовать вот такие лагеря, искать волонтеров, помощников, спонсоров. И этим гражданам, оставшимся без жилья, без всего, дать новую жизнь. Идея-то сама по себе какая. Уже приезжают люди, смотрят, как из подсобного материала клен. Как называть клен американский, брошенный, сорное дерево. Вот мы едем, и все. Ночь эта гроза прошла, разворачивает и разворачивает. Совершенно в разное слово. Что мы едем, видим. Я еду к представительству Медведева, к представителю Совета Министров Дмитрия Анатольевича. Ну, надо обратиться в разные инстанции, может быть, к новому губернатору, временно исполняющему вроде бы обязанности еще. После Карлина Александра Богдановича. Я его не знаю. Пожить документ, чтобы как-то разрешили этот вопрос. Никому не мешает. 0,09 гектара. Девятьсотых. Повторяю, на навозной куче, которую мы разравнивали, на ней построили эти мазанки. Мазанки для детей, чтобы только ночевать можно было. Их, когда судились, их называли курятники. Комары не кусают. От непогоды скрылись. Большего-то мы ничего не ждали. Нет, уничтожить надо. Даже уничтожат, даже вывезут. И что, тем более, все это, как начальник лагеря, участник этого стройки, все помогали. Передал собственность, потеряю. В 16-м году, когда сильно наседал Роспотребнадзор, и я, как основатель лагеря, принял решение, на собрание это объявил в деревенском, что лагерь прекращает свое существование в прежнем формате. Больше такого лагеря не будет. А потом, вот еще летом, было решение деревенской общины. У меня там общины никак нет. Я был, присутствовал, как почетный член деревни. У меня на это документ есть. И вот, образовать музей, комплекс для бедных детей. Вот такое название его. А почему комплекс? Ну, потому что много разных там приспособлений, играть, хранить продукты, одежду для детей, игральный зал, где сушить, в бане. Это в деревне уже. А деревню начали восстанавливать с 91-го года. И этот участок, где лагерь был, как пишут, 150 метров от деревни, вошел на территорию деревни. То есть не со мной речь-то идет с деревней, вновь строящаяся с нуля, до которой официально там 300 с лишним гектар, ну, на пастбище, на все. И вдруг все отнимают, дальше строиться нельзя. 20 дворов, все больше не будете строиться. Тут уже безумие полное. 21 тысяча сел разрушено, 10 тысяч дышат, говорит, на ладан, там 1, 2, 3 человека живут. И вот, это сторона разрушения. Как говорила Нина Данилова, депутат законодательного тайского собрания от КПРФ, это не просто название какое-то ушло, это потеря территории страны. Тут будут жить другие, как на востоке, там Китай, здесь с юга, подъезжают люди. Готовы, деревни брошенные. Заходи и живи, ничего, никого нет. Нету людей-то. Каждый год почти по миллиону убывает. А в Царской России в 13-м году подсчетный делей взял 3-5 миллионов в чистом виде. Без убыли, чистой прибыли было. Как он писал, по тысячному году должно было 600 миллионов или 650, а их 100 не наберешь в русских, в России. Это попутно я говорю. Ну вот, ну и сегодня я поехал, потому что нас еще поддержит председатель сельсовета Корщина, она говорит, все время требует уничтожить. И поэтому до зимы ждать, когда я уеду 10 октября в город, никак нельзя. Он какие-то будет принимать меры. Ну вот, как человек, я сказал, будет. Так, что сказал, так если будет разобраться, правильно или неправильно будет, я говорю о прокурорских указах. Ну, не знаю, что дальше будет. Сегодня решил, написал представительство Путина, федеральный инспектор, кто там введен, другие организации пройти везде, чтобы как-то повлияли в эту ситуацию. Казали, что я самобольный, захватил землю, какую землю, покажите, приехали. Я сфотографировал, фотографии без около 30 с лишним. Ну, стоят мазанки, рейдерством не занимались, и что? Уничтожить. Не строил, ничего, и уничтожить. А, чего ради? Уничтожить. Вот так. Это пятнышки у меня на стекле отображаются. еще вот так. Какой у меня водитель-то внимательный. Господи, благослови, молимся уж. Что будет? Мы же не знаем, воля Божия может та, чтобы вообще страна полностью исчезла. Судя по всему, к этому дело идет. Не знаю, но мы не хотим этого, мы хотим, чтобы люди работали. Все-таки у меня стаж 45 лет, начальник детского лагеря, я знаю, что детям нужно. Абсолютно все у нас. Свой колодец, место для костра, когда комары, где отдельно молиться, место отдельно, где обедать, когда комары. Тут все абсолютно обдуманно было, приезжали. И коммунисты даже этого не делали. Да, были давления, ну, по идейным убеждениям. А так, чтобы сломать и убрать, нет. Только вопрос задавали, а почему вы так, на такое неудобице, а у меня же из 3 гектара вырешил совхоз, Корченский сельсовет, депутат там, вот, лежит какой-то маленький зверек впереди. Все, он ушел вправо. Нет, прямо идет. Это интересный зверек какой-то. Корсак. Да, Корсак, может быть. Я никогда с Корсаками делал, не имел. Бежит быстро, и погода ему ни по чем. Благослови нас, Господи, благослови, Владыка. Ну, и как дальше будет, один только Бог знает, что будет, как будет, кто и окажется. у нас позавчера похоронили сестру для робота, у нас, Татьяна Валерьевна, 42 года жила, и рак вырезали сначала желудок, ну, а потом все так вот, болело и болело, четверо детей остались. А я что-то подумал вчера, вот, она работала зоотехником, ветеринаром, зоотехником, ну, да, видимо, на птицефабрике. А там же всякие-всякие добавки, дают курицы дохнуть, чтобы этого не было. И какое-то, видимо, вот это вот все-таки отражается на людях. Модифицированные продукты, соя, там, предупреждает вредные скотина, мясо. Господи, будем с вами не знаем, но похоронили по-хорошему, батюшка ездил отпевать, с работы были, там, видно, даже женщина стала говорить и заплакала, какая она была хорошая. Никогда грубого слова нету, внимательно. Дети остались, Иван и Нафа. Эти двое уже устраиваются где-то на учебу за школой, там, техникум, или как называют теперь. Вот, и у меня в лагере были и Фросиния, и Нестор. А муж глухонемой, Андрей. И вот теперь с детьми как, да ему что-то такое еще, как говорят, закладывает. В общем, это помогало всегда. Чем могли? Продуктами, деньгами все время сбор шел. Помоги, Господи, чтобы их не оставили. Вот я еду. А что, как, где примут. Там в городе договаривался с Галиной Загуляевой, Галина Александровна, чтобы подъехала, меня взяла и по всем организациям. Попросил, чтобы скинули для меня политические партии, где находятся там Единая Россия, ЛДПР, КПРФ. Хочу везде побывать, показать. Не может быть, чтобы все абсолютно ослепли и так поступали. Но кто-то где-то откуда-то должен. У Господа все равно ездят, и добрые люди. Они удивительным делом всегда мне встречались на пути. Думаю, что и сейчас Господь поможет. Впереди видать уже высоковольтная линия. Как проехать тут? Господь поможет нам. Самый опасный участок еще впереди. Игорь Александрович не отказался меня взять с собой. Вот, это важно для меня. Я за деревьем ходатайствую в несчастном порядке. эти сооружения там сколько, 8 келей. Келей называется. Маленькие мазанки такие. Еще куда-то сгодятся. Собираются люди, там, встречать слава Божия можем. Деревья маленькие строятся с нуля. 27 лет назад, 91-го года. Ходатайствую. Имею возможность такую. отожжения долгон навозил кучу, но ему надо развозить их сейчас. видимо, некогда. Дорогу, может быть, подправят. Он сюда привез, видимо, заботится. Пронеси нас, добрый ангел-хранитель. Поехали. Поехали. Расстреляли с девчонками вместе, с княжнами. Но они-то причем сегодня же понимают. Поэтому лагерь-то, о чем говорить. Он музей уже. Одни зарегистрированы. Для музея необязательно регистрации. Для регистрации, если будем, я зимой буду ходатайствовать. Это он уникальный лагерь. Говорят, сейчас музей сделали по уничтоженным деревням. Это шикарно. Люди будут видеть, с чего начинается, как исчезает. Теряется власть над землей, над людьми. Это же здорово. У меня про лагерь. Тем более, все есть. Мы вырывали землю, бани все строили. Свой огородчик, садок, теплица. Найти людей, которые бы приняли идею, жили добровольно. За 45 лет ни рубля государство не помогло. Это немаловажно. Ни рубля, ни я, ни волонтеры, которые работали, приезжали на целое лето с детьми. Лагерь еще комплексный. Почему он комплексный? Вместе с детьми могли быть деды, бабы, родители, если мы хорошо их знаем. И очень строгие правила были. Так что к нам приезжали далека и профессора психологии. Как так? В течение месяца ребенок с законченной наркоманой. Я освобождался от этой страшной зависимости. Как это могло быть? Прилетела директор Кэстонского института из Лондона, Ксения Деннен. И Останкина дали сопровождающего прилететь в это место на навозную кучу. Это чего-то стоит. И она написала большую статью, что-то исполнение мечты в Сибирском степях, кажется, так вот назвала. И там говорит, что мне и в половину не рассказали о лагере, сколько я там увидела. Такая чистенькая, небольшого роста, улыбчивая. Книги мои приобрела. Вот удивительное дело. Из Лондона интересуется. А своим трынтрова не надо. Ожесточение в народе. Где только можно, что урвать урвал. Припрятал, как хомяк. Несытости глотал рыбешку, как акула. Как хорошо, что есть еще на свете смерти. Я стихотворение такое писал, когда сидел в тюрьме. Сквеласный прокурор за взятку убрал взятку. Но снова выстрелом упора, окончил жизнь. Все охвачивается, все начальство. И как это гибнет. Хорошо, что смерть полагает предел. Тоже до нас были люди, и деревни, и председатели, и парторги. Никого, нигде, ни одного. Кто в Первой мировой участвовал, найдите одного. Кто революцию делал. Много не надо. Одного. Ничего нет. Одного это 17-й год. Это минимум должно быть 100. Хотя бы ему по 17 лет. Но мы не знаем, может, где-то в подземелье скрывается какой-то кающийся грешник. На самом деле все быстро исчезает. Видимая временная, невидимая вещь. Мы стремимся для невидимого. Для пользы. Миллионов беспризорных детей. Так и люди научаются, чтобы везде образовали такие лагеря. Если государство никакого внимания не обращает, об этом говорит Наргулиев. Наргулиев, глава МВД России, говорил. И что интересно, выступают депутаты. Это московский комсомолец пишет на Алтае. В 2009 году газета там с 11-го, так кажется. Говорю, надо посмотреть июнь или... Ну, у меня с собой газета, это я беру. И начинает разброс. 110 миллионов. Это тысяч. 110 тысяч всего. Да. Другие выступают. И, наконец, свободная пресса показывает 5 миллионов беспризорников. Ну, и средняя, в общем, все останавливаются. 3-3,5 миллиона. Волна. Выступает, и Путин говорит. Волна. Почему, говорит, Первая мировая война закончилась? Волны не было без призорников-то. Ну, ответа-то нет. Ответ очень простой. Люди были другие. Люди принимали всех, кормили, поили. Они просто так. Вот много платят государство за усыновленных. И поэтому вот так хорошо. Наберет, а там ими никто не занимается. Там что угодно делаю. Как будто получит дорогу. Гроза, может быть, стороной прошла. Помоги, Господи. Сава полетела. Ну, я не приближаю, ничего. Все, дергаюсь. Не могу показать. Потому что это все заканчивается. Нас тут крутила машина. Просто в обратном направлении разворачивала. Ехали. Когда крутанет, в обратном направлении поезжай домой. На этой дороге не проедешь. Как ехать, не ехать. Меня Игорь Александрович спросил. Я говорю, ничего сказать не могу. Я только молюсь. Вчера интересно. Когда мы с его женой Еленой Анатольевной уже все там документы подправили. То есть отпечатали. Обращение. Крика помощи называется. Вот. И только выехал. У них соседи хорошие. Плотниковые. Придем поперек дороги. Старейший житель Потеряевки. Серафима Гавриловна. Идет. Согнулась. Старенькая. 92 года. И я остановился. Она у меня цап за руку. Сама махонькая такая. И улыбается. У нас хорошие с ней отношения. Я говорю. Сестра. Я думаю выезжать. Да что? Это там Максим. Я говорю да молиться надо за Максима. Это прокурор Мамского района. Чтобы Господь коснулся его сердца. Он не делал то что думает делать. Людей натравливать. Чтобы уничтожили у нас. Потому что ему тоже умирать придется. Рядом никого не будет. Полковничьи погоны смерть сбросят. Ничего этого не будет. Молиться о нем. Чтобы он стал евангельским христианином. Православным. Никого не трогал. Ну зачем ему это нужно? Ему ни за чем не надо. Я говорю это. Я нас знаю. Но я буду молиться. Поклонилась и все. Тут интересно. Батюшке ехать. Пришел у меня просить. А мы только обедали. Сидели попутно сказать. Какие отношения у нас. Мне говорят обедаем. Батюшка пришел то. Но я развернулся на скамейке. Он подошел. У меня нужда такая. Вот ехать надо и. Ну ехать то надо и еще. Ну вот как это. Там надо поехать. И ехать надо. Там престольный праздник был. Антония Печерского. Храм называется. Отец Дионисий. Я говорю. Наверное Сергея тебе надо. Пупкова. Погода хорошая. У того машина с одним ведущим. Мостом. Я говорю да. Батюшка мигом склонился. Меня за руку и руку поцеловал. Вот какие отношения. А я тоже его за руку и руку ему поцеловал. Полубались. Ну и Сергей поехал. У него машина слабенькая. Вот он ждал похорона. Два дня. Потом батюшка Андрей хотел поехать попутно. И вещи не умещаются. Дробь там забрать. Я говорю. Так вон машина. Это наша газель. Легендарная. Новая купили газель. И проехали. От Тихого до Атлантического океана. Более 600 городов и районных центров посетили. До Лиссабона. До Владивостока. От Тихого океана. Прошли Скандинавию. Там поломка была. Прибалтику. И север. Машина. Машина. И с нами собака. Ураган везде был. Попутно сказать. И все это дети знают. Видят собаку эту. Что Сергей Павлович. Кинолог. Потому что собака. Чемпион России. Защитная караульная. Там еще какой-то служба. Вот так. И это все хочу передать. В наследие. Люди приезжают. Смотрят. Уезжают. Я не просто по бумажке говорю. А конкретно завожу в Киеве. Вот русские пищи. Я сам печник. 40 лет. Делал две пищи. В день выпекают примерно 100 кирпичей. Ну форма которая. Кирпичем называем. Раньше 16 копеек стоила. Вот все это надо показать людям. Конкретно. Как хранить. От грызунов. От непогоды. Это называется музей-комплекс. Вот так. Если Господь благословит. Мы доедем. Бог даст. Бог. Только Бог это может сделать. Чтоб сердца людей расположил. Ну а мы приближаемся. Ну не так уже далеко. До трассы. Так что выехать на трассу. Как Господь благословит. Вот мы выезжаем от дороги. Сейчас я до трассы доведу. Показать только восход солнца. Тут рядом подстепное село. Ребрихинского района. А мы так к Мамонтовскому относимся. И вот за таким делом я поехал. Чтобы Бог расположил сердца людей. Потому что прокурор прокуратуры Алтайского края позавчера прислала письмо. Мне к вам. У этого прокурора претензий нет. Это тоже хорошее право. Какое ко мне? Я вообще сдал все. 45 лет. Ни одного ребенка поврежденного. Ни одного, заболевшего, утонувшего, сгоревшего, отравленного не было. Не было. И Бог нас хранил. А хранил Господь, значит, прочная охрана. Все это, по милости Божьей, поддержаем. Это там, я сразу надену этот ремень. Похоже, что мы выехали. А тут надпись. Потеряевка, вон там весь. А мы в эту сторону поехали? А помыться надо. А, понял. А у нас было так. Мы ездили. Даже шофер за рулем сидит, выехали. В обратном направлении поехали. А что, да замотало тогда. Хоть не было. Еще тут и не было такого. Вот так. У нас еще в машине груза трассы. Господь помиловал, благословил. Интересно все так. Любящий наш Бог. Хорошо быть верующим. Был бы верующий, если кто. Так я бы поговорил ему. Есть Божий суд на перстнике разврата. Есть грозный судей, а он ждет. Он недоступен звону злата. И мысли, дела он знает наперед. Вот Михаил Юрьевич Лермонтов выразил это все. И к сегодняшнему поколению. Печаль я беру на наше поколение. Его грядущие. Пусть стоит темно. Вот это вот и есть. И как-то именно так. Дорога какая-то забелает. Обходит озеро Маленькое. Я вспоминаю, где мы шли. Там Швейцария, Австрия. У горы. Он только туннель вынул. Опять туннель, туннель, туннель. Вот так вот идет. И какие туннели. Огромные. Машины там. Как на улице. Только выглядишь на свет опять под землю. Какие дороги. Я насмотрелся. Вот здесь дорогу тоже построили. Какая ровная. Как обехоженная. То есть могут строить. Могут. Только что-то. Вот пошел из деревьев. На охоту. Ну вот подъезжаем к озеру. Вот его обходили как раз. Туман тут над озером. Господь благословил нас доехать до него. Рядом ты, наверное, не поступишься. Наверное, об этом они думали. О, придется носить чем-то. Ну, на этом все. Я закрываю. Все. Продолжение следует...